Здравствуйте! Эфир Общий Федеральный продолжит спортивные новости нашей республики. В студии Евгений Евневич. В ближайшие полчаса мы будем говорить только о спорте. И вот что вас ждет сегодня. Голопом по Европе сумел ли волейбольный «Зенит» побить свой же рекорд Лиги Чемпионов? Незачет. Что помешало казанским студентам сдать экзамен по немецкому баскетболу? Спортивный интерес. Прием анкеты волонтеры универсиады завершен. Как будут отбирать добровольцев из 50-тысячной очереди? Курс на родину. Чем запомнился визит Андрея Стука в родные пенаты? На групповом этапе Лиги Чемпионов казанский «Зенит» выступил феноменально. Ни одной проигранной партии в шести проведенных встречах. Это рекорд турнира. Но, как показывает практика, в матчах плей-офф, нерегалии, небылые результаты роли не играют. Заведомые аутсайдеры не раз оставляли фаворитов без трофеев. Продолжилась или осталась в истории победная серия гладиаторов Владимира Олегна? Узнаете прямо сейчас. Возвращение в Лигу Чемпионов спустя 7 лет для немецкого Берлина оказалось более чем успешным. Третье место в группе и путевка в раунд 12. Но главное для коллектива коренного австралийца Марка Лебедева даже не это. Извечный соперник горожан, символ современного немецкого волейбола, Фридрис Хаффен, ступ линию увидел еще на круговой стадии. И не без помощи казанского «Зенита». Несмотря на все это, андердоги до матча на площадке оказались трудовыми лошадками. Ведомые болельщиками немцы удивительно легко оторвались от гостей в счете. Несколько неудачных передач в Ермирию, неточных атак Андерсена и Берлин впереди 17-11. Но тайм-аут Олегна вновь становится для «Зенита» плацебо. Короткая речь Романыча заставила гладиаторов повысить обороты. Мыслями в игру вернулись Михайлов и Ли. Именно дуплет последнего и поставил точку в стартовом сете. Волевые 27-25 в пользу гостей. Но надолго запала казанцам не хватило. Показывая моментами фантастически, волейбол Берлин заслуженно не только восстановил паритет, но и вырвался вперед 25-23 до 25-17. Кураж у немцев поймал австралиец Пол Кэрол, атаки которого слева не по силу были ни блоку, ни защите Бабичева. Столь болезненный двойной удар для казанцев нокаутом не стал. Эстафетную палочку Шпилерен де Шпис, героя матча, у Кэрола подхватил гладиатор Дэвид Ли. 11 номер удачно действовал на паркете и стал заводилой вне его. Итог четвертого сета оказался предрешен 25-16. Тайбрейк же стал квинтэссенцией всего матча. Равная бескомпромиссная борьба, в которой эмоции и заряженность были частенько важнее мастерства. Именно в такие моменты на передний план выходит госпожа Фортуна. И она улыбнулась в этот вечер именно Зениту. Немцы чудом не реализовали матч Бол, а в решающий момент Кром попал в блок имени Абросимова и принес гостям тяжелую победу 3-2. В ближайшую среду серия переедет в Казань. В случае победы Берлина команды сыграют золотой сет до 15 очков, который и выявит обладателя путевки в следующий раунд. На этой стадии слабых соперников нет. Прописная истина весеннего этапа Еврокубков как нельзя лучше отражает положение дел в группе L. В первом туре Уникс и Тервензвезда обозначили лидерство над Галатасараем и Ратиофармом. Но сербы неожиданно на своем паркете уступили туркам 74-91, а немцы скептически отнеслись к отведенной роли аутсайдера, бросив вызов татарстанцам с первых минут. Затем, как рушатся мечты, наблюдал Всеволод Дворкин. Награду нашла героя. В один из редких визитов на родину форвард Уникса Уилкинсон получил звание лучшего баскетболиста декабря. Все это время казанцы выступали в гостях и приз спортсмену месяца вручили только после Нового года. К слову, это время не было потеряно напрасно. Например, «Вояж в Стамбул» студентам запомнился победой над Галатасараем. А потому в домашнем матче с Ратиофармом именно хозяева паркета считались безусловными фаворитами. Но немцы были не согласны с отведенной ролью. Стартовый натиск поставил в тупик подопечных отцу Петровича. Четыре из семи точных попаданий с трехочковой дистанции внесли ясность в этом вопросе. И даже появление Джокера Майкла не спасло ситуацию. 21-24 в пользу коллектива из Ульма. Была какая-то расконцентрация в самом начале, которая дала сопернику преимущество. Почувствовать, что они могут здесь на площадке соперника нас обыграть. Что и сыграло с нами злую шутку. Мы не смогли их потом догнать. Во второй десяти минутке уже и Уникс прибегнул к помощи дальней артиллерии. Трешка Чака Эйцина позволила татарстанцам догнать соперника на отметке 30. Подправив прицел, снайперы казанцев смогли продержаться вровень с оппонентами. На перерыв соперники также ушли при равенстве 46-46. Тогда Ратиофарм прибегнул к другой тактике. Двухметровый гигант Джон Брайан после перерыва безраздельно властвовал на своем щите. Дабл-дабл в исполнении центрового 10 подборов и 11 очков перед заключительным отрезком позволили немцам снова обзавестись небольшой форой. 59-63. Счет на старте последней четверти. Мы настроились на игру. Это была очень важная игра. Победа, которая давала нам уже какую-то уверенность в нашем положении в турнире. Но сначала не сложилось. Пропустили легкие очки и дальше не смогли справиться с соперником. Финальный штурм так напрашивающийся. При небольшом отставании все затягивался. По сути, только Чак Эйтсон исправно поражал чужое кольцо, набрав 14 баллов за четверть, а всего в его активе 31 очко. Но немцы ответили чертовой дюжиной Пере Гюнтера за то же время, нивелировав в исполнительский класс фаворитов. За 2,5 минуты разница в счете достигла двузначной отметки 69-79. Ацепетрович попросил подопечных прибегнуть к тактике мелкого фола, но и она не выручила. Финальный свисток остановил игру, застав на табло цифры 87 против 95. Шанс исправить ситуацию выпадет татарстанцам меньше, чем через неделю. В ближайшую среду Уникс принимает белградскую Цервену-звезду. Наступивший 2013 год у татарстанцев прежде всего ассоциируется с предстоящей универсиадой. Подготовка к ней вышла на финишную прямую, большая часть объектов готова. На них и должны пройти тестовые соревнования. Началась продажа билетов. И наш телеканал предлагает вместе начать отсчет дней до всемирных студенческих игр. Впереди рубрика «На встрече универсиаде». Студенческий спорт имеет вековую историю. Официально его рождением принято считать 1905 год. Именно тогда в США и прошли первые соревнования среди учащихся вузов. Ну а первые всемирные игры состоялись почти четверть века спустя, в 1923-м. В Париже под эгидой только созданной французом Жаном Пятижаном конфедерации студентов. После Второй мировой войны раскол на западной и восточной блоке привел к созданию новых организаций. По одну сторону невидимого фронта – ФИСУ, по другую – Международный союз студентов. Так и проводили по отдельности игры для Запада и Востока вплоть до объединения в 1959 году. Именно эту дату и принято считать отправной в истории студенческих игр. И тогда же было принято решение назвать совместные соревнования универсиадой, производной от слов «Университет» и «Олимпиада». Проведение первых игр на себя взяла Италия. 26 августа 1959 года в Турине по традиции зажгли Олимпийский огонь. Кстати, именно тогда и возникла идея исполнения гимна студенчества Гаудамоса. В первую программу вошло всего семь видов спорта – водное поло, баскетбол, волейбол, теннис, легкая атлетика, плавание и фехтование. Именно поэтому и спортсменов было всего чуть меньше тысячи. В итоговом медальном зачете среди 45 стран золота завоевали хозяева. Итальянцы оставив позади Советский Союз и ФРГ. А спустя два года эстафетную палочку у Турина приняла столица Болгарии – София. Первый после распада СССР игры для россиян прошли в американском Баффало. Их итогом вряд ли можно гордиться. Несмотря на значительное представительство, сборная осталась без золотых медалей. А в итоговом зачете не попала даже в двадцатку, оказавшись позади Белоруссии и Украины. Выводы были сделаны незамедлительно. И уже на следующей универсиаде из японской фукуоки команда России привезла ровно полсотни драгоценных наград. Затем были победы в Пекине, Тегу, Измире, Бангкоке и Белграде. Возвращаясь в недавнее прошлое, а точнее к последней универсиаде в Шэньчжине, с уверенностью можно сказать, что российская команда не просто шагнула, выпрыгнула вперед. В легкой атлетике наши студенты завоевали две трети всех наград. Не было равных россиянам и в велоспорте, и в гимнастике, и даже в стрельбе из лука. Завоевали золото и волейболисты. Кстати, ровно через год один из лидеров той мужской сборной, либер Алексей Обмачаев, стал триумфатором олимпийского турнира. В общей сложности в Китае спортсмены из России 132 раза поднимались на пьезе стал почета. Прием от Кет от кандидатов в волонтеры универсиады 2013 завершен. Их уже в два раза больше, чем требуется. 50 тысяч человек изъявили желание участвовать в студенческих играх в качестве добровольца. С каждым необходимо провести собеседование. Чтобы организаторам успеть срок, на базе технологического университета открыли еще один рекрутинговый центр. Его работу оценил и наш корреспондент Екатерина Кудинова. Вот это не экзамен, вопросы не из легких. Как будущий волонтер поведет себя в экстренной ситуации, как сможет решить сложный вопрос. Первокурсница Лилия Клявлина уверена, ей помогла пройти собеседование, коммуникабельность. Я думаю, что прежде всего они смотрели на качество. То есть на умение подать себя, на умение рассказать о себе, на умение вообще общаться в целом. Потому что я считаю, что волонтер самое главное должен уметь общаться с людьми. Принимают так называемый экзамен не строгие преподаватели, а такие же волонтеры. За полчаса они должны решить, станет ли кандидат добровольцем универсиады. Ему понадобится не только общительность, но и знания. К примеру, те, кто займется аккредитацией, должны умело пользоваться компьютером, а встречающие гостей свободно говорить на английском. Собеседование здесь будут проводить пять дней в неделю с утра и до вечера. В следующий понедельник такой же центр рекрутинга откроется в федеральном университете. Каждому волонтеру здесь выдают вкладыш в зачетную книжку, а тем, кто успешно прошел интервью, еще и браслетик. Так что преподаватель, ставя зачет, будет обращать внимание и на общественную активность студента. Для нас очень важно, что сегодня мы открываем центр рекрутинга на базе самих университетов. Потому что пропустить через один центр, который у нас был в Акияте, всех 22 тысячи татарстанцев, это невозможно. У нас стоит задача до 1 марта завершить собеседование и отбор. После чего мы переходим на этап активного обучения. Кроме Татарстана, собеседование проходит и в 30 регионах России, а также в режиме видеоконференции с зарубежными кандидатами. Из 50 тысяч заявленных придется отобрать 20 тысяч. Цифра для студенческих игр рекордная. Нефтехимик продолжает удивлять болельщиков на родном льду. В Нижнекамске следом за разгромом действующих обладателей Кубка Гагарина, хоккеистов столичного Динамо, уже в следующей игре татарстанцы выдали небывалый камбэк в поединке с Амуром. Свидетелем возрождения коллектива стала наша нижнекамская коллега Екатерина Никитина. Первый период оказался для игроков нефтехимика непростым. Ошибка нижнекамского нападающего Ярослава Ольшевского привела команду к потере численного равенства соперникам. И оказавшись в меньшинстве, нефтехимик пропускает первую шайбу в матче. Немногим позже малым штрафом за задержку руками наказывают игрока команды гостей Игоря Ажиганова. И нашему нападающему Петру Кокулу удается реализовать большинство. 1-1. Но спустя еще две минуты вновь изменения в счете. С передачи Михаила Фисенко и Игоря Ажиганова результативный бросок по воротам производит защитник Хабаровска Топи Яакола. С начала второй 20 минутки у нефтехимиков вновь неудача. Штрафное время один за другим получают одни из самых результативных нижнекамских хоккеистов. Егор Миловзоров и Ренат Мамашев. И при значительном преимуществе игре 5 на 2 гости тут же забрасывают в ворота Мэтта Далтона третью шайбу. Спустя некоторое время нефтехимик в полном составе. Но команде Амур удается очередная успешная атака. Ворота Далтона встречают шайбы от соперников в четвертый раз. И тут тренерский штаб нижнекамцев принимает решение заменить литаря. На лед выходит опытный голкипер Максим Соколов. Однако хабаровские хоккеисты пробивают и его защиту. Так, уступая по ходу матча 5-1, команда Нижнекамска берет тайм-аут. После которого Томаш Нетик с передачи Александра Силуянова забивает Амуру гол. Нам надо сделать три очка. Хабаровский играл очень хорошо. У них уже нет сейчас на плей-офф. Они играют спокойно, но они все забыли сегодня. В первые две периоды они все забыли. Но у нас 1-5 было. А вот что происходило в заключительном третьем периоде, можно назвать невероятным. Разочарованный неудачами нефтехимик после перерыва стал показывать совершенно другой хоккей. С первых минут нижнекамцы взяли шайбу на себя и не выпускали ее из зоны гостей. А хабаровский вратарь будто не успевал отражать броски соперников поворотом. Николай Белов, Томаш Нетик и Оскар Оссула сравнивают счет с Амуром и дарят болельщикам нефтехимика надежду на счастливый исход матча. И вот за 4 минуты до финальной сирены подопечный Владимира Голубовича Мартин Сыбок ставит точку в этой игре. Создавали моменты, но очень легко пропускали свои ворота. Практически каждая наша атака была, контратаку противника. Ну и, конечно, второй период несчастья, там каждый бросок гол и даже сам себе умудрились добить. Но приятно, что собрались в третьем периоде, сделали то, что было необходимо сделать. Деревня Дюм-Дюм с недавних пор стала меккой татарстанского хоккея. В январе здесь собираются самые талантливые коллективы республики. Выходец из Дюм-Дюма, известный игрок прославленного Акбарса Данис Зарипов дал старт спортивному движению насилия. Четыре года назад в Елабужском районе впервые был организован турнир. Рекламных афиш и аншлагов здесь, как, например, в столице. Нет, но местные жители по-своему зазывают народ на соревнования. Тему продолжит Сергей Малимонов. Село Татарский Дюм-Дюм – это пара часов езды по зимней дороге от столица Татарстана Казани. Данис Зарипов, как известно, родился в Челябинске, но корни его семьи – с берегов Вятки. Так что связь Зарипов-Татарстан очевидная. В 2013-м Данис Зарипов отправился в Дюм-Дюм в составе хоккейной команды, в которую вошли также Кирилл Петров и Артем Лукаянов. Поводом для поездки послужил четвертый традиционный уже турнир сельских команд имени все того же Даниса Зарипова. Встречали казанских гостей, прибывших аккурат к финальному матчу турнира по всем канонам гостеприимства. Ну и с Чак-Чаком, разумеется. В финальном матче сразились за победу ребята из мусульмовской юности и хозяева площадки – команда «Беркут» села Дюм-Дюм. В присутствии, можно сказать, родоначальника хоккея с шайбой в селе Дюм-Дюм, «Беркуты» выиграли финал и, соответственно, получили больше подарков от самого Даниса Зарипова. В 2009 году на территории Дюм-Дюмовской школы была построена хоккейная коробка и сформирована первая хоккейная команда, амуницию для которой приобрел Данис Зарипов сразу по окончанию чемпионского для Акбарса сезона. Теперь хоккейный корт с освещением – достопримечательность села и самое востребованное сооружение для молодежи окрестных деревень. Для подготовки хорошего льда на время проведения турнира даже ледоуборочный комбайн арендовали в соседнем «Мамадыше». В общем, сельский хоккейный праздник удался, но и украшением его стало выступление в товарищеском матче сборной команды турнира и команды Даниса Зарипова. Для всех ребят участие в таком матче, несомненно, главный приз. Он же – мастер-класс, он же – воспоминания на долгие годы. Игра получилась интересной уже только потому, что в первую очередь мастера играли для зрителя. Много смеялись, шутили на льду. Артем Лукоянов даже устроил потасовку под названием «Встреча Тавгаев». Партнер Даниса Зарипова по команде Кирилл Петров блеснул мастерством в исполнении «Буллита». Интересно, а почему Кирилл Петров не выходит бить «Буллиты» за «Акбарс» в матчах континентальной хоккейной лиги? Ну, там уж такой, как праздник был, и что, как бы, исполнили, так, что, как получилось. На треомках-то все делают, просто в играх, как бы, это тяжело жить, за результат отвечаешь. Если тебе дают право бить «Буллит», потому что надо наверняка бить. А так, как бы, ну, в такой обстановке, праздничной, получилось, как бы, у меня, и у Артема, и у Даниса, ну, как бы, порадовали болельщиков. Несмотря на то, что Данис Зарипов – лучший снайпер «Акбарса» текущего сезона, он тоже не штатный «Буллитер» команды. Но в дюм-дюме и у Зарипова получился красивый «Буллит», так сказать, на десерт болельщикам. Вот такой выходной организовали себе игроки Казанского «Акбарса» в селе Елабужского района Татарстана. А уже утром следующего дня звезды принялись за работу в составе команды-лидера конференции «Восток» Континентальной хоккейной лиги. Ну вот, настала и наша очередь дарить подарки. При покупке автомобиля «Шевроле» 12-го года выпуска – комплект зимних колес в подарок. Автохолдинг «Делфо». Звоните 5700-701 или 5707-555. С 26 января в Казанском цирке «Королевское» водное шоу «Звери и птицы» пяти континентов. Если хочешь ты в круиз, в «Интур-Волгу» терапиз. Скидки на круизы до 20% «Интур-Волга». Два хоккеиста «Динамо» Казани вызваны в расположении национальной сборной России на предстоящий чемпионат мира. Речь идет о полузащитниках команды Алексея Бушуева и Сергея Шабурова. Первенство «Планеты» пройдет в шведском Веннерсбурге с 27 января по 3 февраля. На это время в «Бенде» чемпионате страны запланирована пауза. Перед перерывом дружина Андрея Стука смогла улучшить турнирное положение, сместив с четвертой строки соседей из Кировской родины. В том числе и благодаря победе на родине наставника Андрея Стука. Все подробности матча «Водник-Динамо» вашему вниманию. Последние воспоминания об Архангельске у фанатов казанского «Динамо» вызывают противоречивые чувства. Именно на родине Андрея Стука татарстанцы проиграли решающий матч прошлогоднего первенства, но завоевали серебряные медали. Здесь же остался играть и один из основополагающих спортсменов того сезона Юрий Погребной. Но ни он, ни другие архангелогородцы были не в силах помешать звездным гостям открыть счет. На 15-й минуте Максим Черных беспрепятственно прошел по левому флангу и сделал навесную передачу на Красикова. Михаил до нее так и не добрался, но главное помешало владеть мечом вратарю. Первым к снаряду подоспел Сергей Шабуров. По пустым воротам полузащитник сборной обычно не промахивается. Восстановить равновесие «Воднику» удалось только в численном большинстве в формате 10 на 9. Алексей Гладышев решился на сольный проход от своей половины, поставив тупик бывших партнеров по обороне. Этот удар досрочно реабилитировал Логинова, вернув в игру со скамейки штрафников. А уже в следующей атаке по капитанской солидарности Евгений Дергаев в окружении, внимание, семи оппонентов освободил Павла Франца от 10-минутного наказания. В Казани было уже холодно, здесь приехали, тепло. Может, чуть-чуть и игроки, игра утрешняя, может, тоже сказалось. Не знаю, наверное, тяжело было. В домашних матчах полегче играть, чем на выезде. К исходу получаса на табло снова равенства Денис Артюшин забил самый легкий гол в своей, пока стартовавшей, но уже богатой на титулы карьере. Для 20-летнего форварда, в чьей коллекции есть медали всех достоинств трех последних сезонов, этот гол стал третьим к ряду на январском отрезке. Два предыдущих приносили команде победу. В похожей манере до перерыва успел отличиться и главный снайпер гостей Сами Лаконен. И здесь Артюшин выступил уже ассистентом. 2-3, исход первого тайма. После перерыва хозяева льда попытались вернуть инициативу. И на 65-й минуте этот шанс выпал капитану водника Дергаеву. С точки Архангела Городец попытался переиграть Андреса Свенсона, но за галкипера сыграла штанга. Количество созданных моментов мы сегодня были сильнее, но тут опять же все в силу вступило мастерство. Команда Казань, конечно, немножко повыше нашего. Впрочем, полузащитник недолго горевал по поводу упущенного момента и спустя 5 минут добился таки своего. Первым же касанием Дергаев пробил стенку, выстроенную на линии динамовских ворот после подачи углового. 3-3. Игра плавно тянулась к ничье, а ведь равенство было зафиксировано и в Казани во встрече этих коллективов. Но иного мнения придерживался Максим Чермных. Второй тайм мы больше играли от обороны, в обороне, поэтому водник больше атаковал. Может быть, так и видно было, что водник как бы посвежее выглядит. Но в то же время я считаю, что мы неплохо и в контратаке. Наши опасны были контратаки, потому что моментов тоже достаточно создали. За 5 минут до финального свистка восьмерка динамов всем видом показал, что отдаст передачу Радюшину, но предпочел отпасовать Логинову. И не прогадал. В два касания Дмитрий переправил снаряд ворота, принеся четвертую победу своей команде в новом году. В январе вице-чемпионы пока не познали горечь поражений, а эта серия позволила динамовцам на время подвинуть кировскую родину с четвертой строчки. Впрочем, все решится в очном противостоянии географических соседей на льду стадиона «Ракета» в Казани 10 февраля. Триумфом команды «КамАЗ-мастер» завершился ралли «Дакар-2013». Наши пилоты с первых этапов захватили лидерство и не отдавали пальму первенства до финишной прямой. Теперь заслуженных победителей ждет теплый прием на родине. А в том, что в Автограде умеют встречать, можно убедиться из нашего следующего сюжета. Обилие синих флагов, цветы и всеобщая суета – все это символизирует о том, что совсем скоро здесь появятся триумфаторы – ралли «Африка-рейс». Здесь фанаты команды, друзья, знакомые и, конечно же, родственники. Можно вот у вас спросить, это мама Антона Шибалова, скажите, как вы ждали, как надеялись или не надеялись на победу? Мы верили, были уверены потом уже в конце. Вот, посмотрите, ручки дрожат. Нет, очень волнительный момент, конечно. Сейчас увидели самолет, приземлился, прям уже все. Трепет ожидания, слезы волнения и улыбки счастья. Счастья! Почти месяц они не видели сыновей, мужей, кумиров. За их жизнью в Африке и ходом гонки могли следить только по телевизору или сообщениям в интернете. Порой удавалось общаться с ребятами и по телефону. А сегодня выдалась возможность пожать им руку, обнять и расспросить обо всем. Счастье! Безграничное счастье! Это запал энергии! Это еще... Я вряд ли сегодня усну, это будет... По-нашему! Три, четыре! Ха! Ну и сейчас, держа в руках бокалы с шампанским и заветные трофеи, спортсмены вспоминают гонку. Она была действительно сложной. Трасса, каких нет в России, тяжелейшие пески Марокко и Мавритании, каменистые участки. Особенно трудно пришлось вначале, но потом ребята адаптировались. Что удивило гонщиков, так это скорость одной из основных соперниц, Элизабет Джесенту. Но когда она попала в беду, не раздумывая, решили, что нужно помочь. Победить же в гонке челнинцам помогла хорошая подготовка, а также поддержка коллег и болельщиков. Наверное, не понимаем до конца, потому что достаточно тяжелая гонка прошла, и все уже немножко устали. И сейчас перелет был не совсем простой. И сейчас просто мы радуемся, видя наши родные лица. Они проезжали мимо пейзажей, которые видели раньше лишь на картинках. Но любоваться было некогда. По ходу этапов ребята постоянно были в напряжении. Это огромнейшее приключение, но при этом сложное, непростое. Наверное, после этой гонки мы немножко по-другому уже будем смотреть вообще на окружающие вещи, на жизнь в целом. В гоночном плане это опыт просто неоценимый. Победа в грузовом зачете и второе место в абсолютном. Серьезное достижение как для спортсменов, так и для команды, для КАМАЗа и для России. Об этом говорили в видеопоздравлении и коллеги, которые сейчас в Южной Америке борются за победу в Дакаре 2013. Первая такая серьезная победа, тем более в Африке. А мы, как ветераны Африки, теперь тоже скучаем по Африке. Мы вам завидуем. КАМАЗ доказал на африканском континенте, что быстрее этой машины нет. Лучше даже, наверное, не придумаешь. Мы же, в свою очередь, постараемся тоже не опозорить нашу команду. Короче, молодцы, пацаны. Вы справились. Вы сделали все, что мы от вас ждали, даже больше. Поздравляем! Это была последняя информация выпуска. В следующий раз мы встретимся ровно через неделю. Не забывайте, что новости доступны и на нашем сайте. А на этом у меня все. С вами был Евгений Евневич. Далее вас ждет наша традиционная рубрика. Субтитры делал DimaTorzok 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 На ее счету 28 баллов. Ответная встреча состоится 23 января в Казанском центре волейбола. В Челябинске хоккеисты Казанского акбарса не сумели продлить свою пятиматчевую победную серию. Морозов и компания в напряженнейшем поединке уступили местному трактору 3-2. При этом белозеленые, благодаря шайбам Песанины и Зарипова, вели в счете большую часть встречи. Но два точных броска Куинта и Контиолы в течение двух минут предопределили исход противостояния. С тем же счетом в Екатеринбурге проиграл и нефтехимик. Допичные Владимира Голубовича также вели по ходу матча, но итоговую победу упустили. В голландии в составе нижнекамцев отметились Коукол и Нетик. Они же поочередно и ассистировали друг другу. Полузащитники Казанского Рубина Роман и Алексей Еременко вызваны в расположение национальной сборной Финляндии. 6 февраля у Суоми запланирован товарищеский матч против команды Израиля. Субтитры создавал DimaTorzok